Ребята, всем привет! Мы вернулись, мы уже дома, закончили мы свое путешествие. Кто за нами не следил, давайте вкратце. Посмотрите в выпусках, выпуски еще продолжают укладываться, монтироваться, так как контента мы отсняли очень много. Но многие за нами следили в инстаграме и в курсе, где вы были. Вот, кстати, наши инстаграмы. Давайте вкратце. Мы уехали с Москвы на Красную Поляну еще в апреле месяца 2019 года. Кто не знает, Красная Поляна, это в Сочи, где проводилась Олимпиада. Там мы прожили достаточно долгое время, порядка 3,5-4 месяцев, и потом отправились в путешествие. Мы поехали в Абхазию, а да, про Красную Поляну и Сочи. Мы там все облазили, поэтому тоже смотрите выпуски, они достаточно интересные и полезные. Потом мы поехали в Абхазию и проездили Абхазию вот так вот вдоль и поперек. Тоже это отдельный плейлист на YouTube, смотрите обязательно. Далее мы поехали по Черноморскому побережью, делали остановки в Геленджике, в Лермонтове, в Анапе и Диво. Это тоже выпуск на эту тему есть на YouTube, если на момент просмотра его нету, значит он будет. Далее мы поехали в Крым, и Крым мы решили полностью объехать, и у нас это получилось. Единственное, что скажу сразу, это будет повторяться в выпусках новое такое базовое видео, посвященное Крыму. В Крыму нету бархатного сезона. Сезон заканчивается уже в начале сентября, и все, ловить там нечего. Туда проходят очень сильные ветра, море резко холодеет, солнце, конечно, там очень хорошо печет, но в плане морского отдыха там ловить нечего. Да и в принципе, если смотреть на стопримечательности, ветер, он очень сильно уезжает. Увидите все в выпуске. План был таков, что мы заедем в Крым, остановимся в Керчи, пропылесосим всю эту местность, посмотрим там на стопримечательности, дальше отправимся в путешествие на запад, через север Крыма. И дальше уже будем возвращаться в пою, и так плавно мы будем уходить на восток и в Москву. Но у нас, как всегда, все в путешествиях идет не по плану. Мы поехали через Сиз, попали на запад, на самые классные пляжи, мы попали уже в конце сентября, о чем очень жалеем, конечно. Ну, для себя решили, что мы туда приедем снова, потому что там очень хочется. Единственное, чем вы воспользуетесь, тем, что 98% природных достопримечательностей в Крыму сейчас пока бесплатно. И сейчас они уже набирают полным ходом оборот, что за вас везде будут браться деньги. Каяшеское озеро совершенно бесплатно, мыс Фиолен, мыс Тротхенкур, все-все-все там, короче, сейчас все бесплатно. Что будет в 2020 году, в 2021, я думаю, там за все придется платить, поэтому, кто не успел в этом году, обязательно ехайте. В 2020 году проведите полное лето, весь Крым пропутешествуйте, вам точно понравится. В этом выпуске немножко Крымский мост, немножко наше жилье, и ждем и следующий. И покажем первую нашу установку на Керч, что в Керчи мы отсняли, тоже в Мельком, а дальше мы посетим про Керч, про крепкие места. Поехали. Поехали. Перед мостом есть пост, прям сразу перед мостом. Там получается, одна колонна может проехать, если ему повезло, например, как нам, а вторая сворачивает куда-то направо, там обязательный досмотр пассажиров происходит. но мы вот пришло нам проехали короче едем я забиваю своим, я с вами их забиваю да отмечки, да отказа пусть не просто, пусть не сразу я забиваю своим я свою забиваю да отмечки, да отказа да, да, да можно разводить руками, когда что-то не так можно чахлую совесть продать запятак можно прыгать и плакать, что нечем дышать а по мне так лучше строить, чем разрушать это наш номер идти в моем рабочем месте уже и есть мангальная зона скажу одно, что хозяйка данного дома очень чистоплотная номер был настолько вылезан настолько в нем было приятно находиться что я думаю, если вы туда заедете, вы это оценить, плюс бесплатно данный дом контакт хозяйки а это мы едем по одной из центральных улиц города Керчь нечего рассказывать все осталось в далеком совдепе ничего не подвергается ремонтам в общем, смотрите сами насладитесь город как город но мы для себя выделили в Керчи три места которые точно стоит посетить первое это Каяшское озеро мы на Каяшском озере оно реально розовое второе это центр города площадь Ленина там есть пантикопей там есть большая метридатская лестница смотровая площадка памятник Крымскому мосту в общем там очень много природных достопримечательностей сооружений которые точно стоит посетить ну и третье место это генеральские пляжи как там шикарно обязательно посмотрите это все будет в следующих выпусках спасибо что досмотрели выпуск до конца напишите комментарии что вам интересно и до новых выпусков напишите комментарии